всем привет сегодня еду на очередную прогулку и хочу сегодня с вами о многом поговорить сегодня у нас среда 3 августа 2022 года температура плюс 22 вот к вечеру сейчас уже солнце пошло на закат и у нас половина шестого вот вы видите я показываю вам нашу набережную и я показываю вам ресторанчик с открытой верандой и с живой музыкой знаете на удивление вроде бы уже август у нас а вот день все еще длинный я посмотрела у нас закат в 9 часов 20 минут вечера представляете и вот до 9 20 солнца еще во всю светит и вот у нас там закат будет я все вам но я показываю вам иногда вот даже сейчас кусочек покажу классно конечно тоже гулять на закате там надо знаете думать о вечном размышлять философствовать ему свое время как говорится а сегодня я хочу с вами опять знаете поболтать разговор наш будет ни о чем и очень о многом давно уже я вам не рассказывала свои новости такие новости знаете личные так скажем да как я иногда говорю знаете я говорю в шутку что-то давно мы с вами не сплетничали до такие видео мои любят очень мои зрители и я знаю что ждут их и вот несмотря на то что у меня еще осталось и зависло огромное количество видео про венецию но вот смотрю что вы же видите да папа по количеству просмотров ну да очень много благодарных зрителей смотрят это но не так много кому как мне хотелось бы не помню уже говорила вам или нет знаете настолько все как-то быстро движется настолько все перемешалось в голове иногда я и своим друзьям ведь рассказываю много то что здесь происходит вот вам иногда у меня перепутывается ну ладно скажу еще раз может быть если не говорила то первый раз в общем к нам сюда на остров white поселили больше 80 семей как а беженцев из украины ну может быть не совсем семей неправильно я сказала ну то есть женщин с детьми мужья у них все мужчины остаются там в украине потому что их не выпускают за границу в общем 80 женщин с детьми приехали сюда именно на остров white может быть для лондона конечно это бы было незаметно что такое 80 человек но вот знаете для нашего небольшого острова white это как-то оказалось довольно много потому что я как только куда не поеду гулять я встречаю этих женщин с детьми они разговаривают все на русском языке я их различаю среди англичан и вот с одной женщиной я разговаривала довольно долго и откровенно и спросила что здесь им предоставляют как помогают она сказала что вот их сразу там поселили дали им комнату значит и потом сейчас им платят пособие так называемая universal credit значит как обычно пособие по безработице здесь платится и потом их прикрепили к одному из центров по поиску работы забыла бюро по трудоустройству называется в россии здесь джок центр значит они должны найти себе в течение какого-то короткого времени все-таки какую-то работу им тут вроде бы как помогают ну вот помогают вот таким вот образом а вообще-то не знаю конечно сколько всего беженцев из украины приняла великобритания в настоящий момент но вот меня удивило то что все-таки 80 человек которых прислали именно на остров очень обособленная территория меня это знаете как-то удивило ну вот поэтому вам рассказываю так подробно я когда показывала вам своем недавнем видео домики на воде и даже дома и домище по 400 тысяч фунтов мне же вот некоторые мои зрители они почему-то прямо вот любители меня поправлять исправлять поучать даже иногда и вот одна мне написала зрительница это это просто бич-хаус вот на пляже домики на пляже так вот хочу сказать вот что такое домики на пляже бич-хаус и даже может быть они здесь называется бич-хат то есть вот такой маленький маленький совсем малюсенький пляжный домик много раз показывала вот он вам пляж и вот они домики люди приезжают и отдыхают вот этого бич-хаус вот у нас сегодня прилив пошел и посмотрите сколько здесь водорослей набила и я конечно же нашла вот такую чудесную ламинарию давно вам не показывала показывала фокуса это вот ламинария смотрите какой огромный куст вот у него такой толстый здесь корень это корень а это листья и вот я сейчас оторву себе несколько листиков выберу покрасивее и я их знаете мелко-мелко режу и прямо сырыми добавляю в этот самый в свой салат ну или даже знаете на миксере и потом салатик добавляю очень полезно а вот это ламинария смотрите это классическая это классическая такая ланунария она да вот выглядит по-другому видите как как вам показать ее получше ну вот такая то есть она такая понежнее скажем так то вообще как резинка ее даже оторвать трудно а это понежнее ну вот можно еще и такую тоже взять его наверное это оставлю вот этот один кусочек возьму так вот вы знаете следить за этими птицами это конечно целое удовольствие что хочу сказать сейчас меня тут один гусь натрепал за карман посмотрите что делает у меня прямо мне больно у меня дерет дерет за карман я знаете вспомнила думаю вот надо же он же не просто так меня щиплет он меня щиплет за карман типа того что давай 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 вот так и думаю почему он знает что именно в кармане там вот надо просить что из кармана достают головка маленькая у мишка то откуда а вот у мишка есть интересно это все что порой знаете даже птицы бывает умнее людей ну да ладно у меня сегодня настроение хорошее да как вы видите вдруг случайно распогодилось сегодня у нас сегодня с утра вообще было кошмар все заволокло тучами небо серость такая хмуарь и 19 градусов и я вот наверное даже где-то до двух часов я дома была в конце концов думаю да что ж я подняла я сама себя за шкирку собралась и поехала гулять я погуляла в ньюпорте я вот сейчас приехала я своими птицами в пруду вот это их тут вот подкармливают видите подкармливают пшеном это специальные работники которые здесь сейчас я уже не хочу их кормить ничем чтобы не дай бог чего короче вот что хочу сказать посмотреть они все головы опустили вниз потому что все же вниз туда падает и они теперь там выискивают а утки они же маленькие коротенькие они пытаются нырнуть глубже видите что творится слышите да но так так вот я что хочу сказать друзья настроение хорошее я вспомнила вот как раз говорим про то что такие птицы умные я вспомнила анекдот знаете такой может быть вы его слышали сидит мужик помж на стопостной остановке и копия просто копия похож на карла маркса ну вообще просто вылеты один в один и проходит мимо еще какой-то довольно таки добропорядочный гражданин ему говорит вы знаете как вы похожи на карла маркса он говорит так все же беды мои именно от этого что я похож тот ему говорит господи так что же вы так мучаетесь то вы состригите бороду подстригитесь коротко не будет никакой схожести а тот ему говорит это то понятно а умещу так куда девать умещу ну вот в общем тут можно смеяться умещу куда девать я конечно знаете я девушка очень скромная вы же знаете ну вот я тоже думаю мне то вот умещу куда девать ну вот кто о чем кто о чем уже знаете да обшивы все обо них извините я вот опять показываю вам помните я рассказывала как у нас ужасно обстригают вот эти вот деревья здесь вот такое вот еще одно но и меня просили а покажите я показала зимой без листвы и меня попросили показать когда они тут вот у нас с листвой как они выглядят ну вот в принципе они выглядят неплохо да вот вот так вот показывают но здесь знаете видите вот закрыто все ремонт у нас идет кругом что я подумала ну вот в принципе нам бы можно было вот если не разрешают срезать то наше огромное дерево липы помните тоже рассказывала вам то можно было бы его просто вот так вот подстричь как это модно сейчас сделать такую короткую стрижку этому дереву обкорнать все ветки и пусть волну вот такими вот маленькими такими хорошо ну и напоследок хочу показать вам вот я сняла коротенькое коротенькое видео вот это вот женщина мэйдж я вам они много раз рассказывала она у нас пробос клубе когда-то была моей хорошей знакомой и вот сейчас есть здесь 103 года она 19 года рождения 1919 вот так она выглядела на нашей свадьбе тогда и конечно было 88 по моему но видите конечно разительная перемена с ней произошла за эти 12 лет да и что говорить дай бог каждому как говорится дожить до 100 3 лет еще и на своих ногах ходить вот такое сегодня у меня для вас видео друзья такая прогулка болталка ни о чем надеюсь что вам понравилась я в общем то старалась а на этом друзья всего вам доброго желаю всем здоровья желаю всем удачи хорошего настроения берегите себя в это трудное время всем пока пока вот и кончился еще один день